Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды. Недавно московский блогер Захар Артемьев отсидел свои 15 суток за хулиганку, вышел на волю и записал очередное покаянное видео. Извинился перед всем русским народом в очередной раз, что он обозвал всех нас говном, проклял всех нас, наших матерей, детей, Богом единым. Понятно, у кого Бог единый, это иудеев. И, друзья, я, честно говоря, поверил вот этому ролику, развесил уши, как говорится. Но это недостаток с точки зрения мошенников всего русского народа. Мы слишком доверчивые и мы умеем прощать своих врагов. Это недостаток в глазах мошенников. Но с точки зрения Бога, Отца нашего, Небесного, это, конечно, великое достоинство русского народа. Вот эти мы и велики. Кто бы что там ни говорил. Перевел свои ролики с разоблачением Захара Артемьева в ограниченный доступ. Видео с ограниченным доступом. Ну, поверил. Действительно, думаю, может человек изменился за 15 суток. Переосмыслил. Как-то по-новому взглянул на жизнь. Но нет, ничего не изменилось. Сегодня он выложил новый ролик, посмотрел его. Вначале тоже, как бы, мне понравилось видео поначалу. А потом стал замечать опять, ну, опять он врет. Нагло и цинично врет. Вот два момента, которые полностью его разоблачают. В ролике вам расскажу. Ну, первое, то, что он сказал, что полицейские хорошие. Понимаете, бывают, говорит, полицейские хорошие. В основном полицейские хорошие. Кто хоть раз сталкивался с полицией, с Росгвардией, тот никогда такого не скажет. Как говорится, тот, кто умудренный опытом человек. Полицейских хороших не бывает. И от себя хочу добавить еще. У меня есть знакомый, бывший сотрудник правоохранительных органов. Вот он мне как-то сказал в доверительной беседе. Олег, ментов бывших не бывает. Запомни это. Я это запомнил. И передаю его словам вам. А вы, как говорится, думаете сами уже. Немаленькие. Ментов хороших и бывших не бывает. Следующий момент. Захар Артемьев сказал, что три дня, его трое суток кормили в отделе полиции номер два. Там же, кстати, где сидел и Навальный. Его кормили армейским сухпайком. Друзья, я служил два года в армии. В Москве, кстати. И вот нас отправили на трое суток в караул. Усиленные караулы были как раз в Москве перед, помню, перед днем Победы, перед 9 мая. Заступили на трое суток подряд. И нам выдали по два сухпайка на человека. Представляете, да? То есть на трое суток, по идее, должны выдаваться три сухпайка. Но объясню вам, в чем суть. Сухпайки, они очень калорийные. Это каша с тушенкой, это тушенка, это там различные повидлы и так далее. Очень много всего. На самом деле, я считаю, что российский сухпайок один из лучших в мире. Классная вещь. Рекомендую. Ну, кто хоть раз ел, никогда не назовет российский сухпайок никудышным. Ну, Захар Артемьев считает, что это плохой сухпайок. Вот. Вот это еще тоже меня напрягло. То есть, понимаете, он хорошие вещи называет плохими, а никудышных людей он называет хорошими. Понимаете, друзья? Это лжец. Я не верю ему. Ни единому слову не верю. Он, конечно, сейчас манипулирует всеми нами. Я тоже попал под его обаяние. То есть, он такой белый, пушистый, извиняется, всячески принижает себя. Это манипуляция. Дешевая манипуляция. То есть, для того, чтобы возвыситься в глазах людей, надо иногда себя чуть принизить. Понимаете? Дешевка. Не верю ни единому слову. И, кстати, хочу добавить, что вот это вот проклятие всего народа, это уже не первый раз. Я впервые познакомился вот с этим блогером Захаром Артемьевым в Казани. Значит, тоже общались с ним. Затем он... Ну, первый день пообщались, разошлись. Второй день он взял бутылку виски, нажрался, полностью выдул ее. Ему надо было уезжать в Москву. Значит, он стал буянить, вот так же стал кидать бутылку пластиковую, пол-литровую. Там был какой-то охранник, сторож на вокзале, на железнодорожном вокзале. И он сказал, типа, что ты буянишь, я сейчас полицию вызову. Он говорит, да вызывай мне там по барабану все. Ну что, пришли трое полицейских, стали забирать его. Ну, я тогда не знал, конечно, что он за человек, стал за него заступаться. Вот, кстати, тоже сыграл на чувствах верующих людей, каюсь. Знал бы, никогда бы за него не заступился, честно говоря. Я сказал, что, ребята, вы же верующие люди, наверное, мусульмане. То есть, вы же знаете закон. Гость дара Аллаха. Захар Артемьев, блогер из Москвы, гость из Москвы. Я говорю, гость из Перми. Вот так вы встречаете гостей. И ребятам стало стыдно, они, короче, нас отпустили. Сказали, вы ручаетесь за него, что он там не будет бросаться под колеса, там поезда. Там задирать никого не будет. Я сказал, да, я ручаюсь. Затем мы пошли в столовую. Около вокзала в Казани есть добрая столовая, называется. Классная вещь, кстати, тоже рекомендую. Недорого, вкусно кормят. Я сел ужинать уже. Ну, время позднее было. А Захар Артемьев, вот, как раз еще раз стал буянить. Проклял всех казанцев. Сказал, да провались этот город, блин. Проклинаю вас всех. Вот так же. Точно так же. И ушел в Асфоясе. Понимаете? Я потом тоже пошел, доел, пошел. Думаю, ну, все-таки, может быть, что-то у него не так с головой. Действительно, там, голова пробита и так далее. Пытался его утихомирить. Но он продолжал буйствовать. Кстати, он мне подарил свитер. Я свитер этот снял в сердцах, выкинул и ушел. Тоже сказал, да пошел ты, сам знаешь, куда. На следующий день он точно так же, вот, как в этих роликах, извинялся слезно. Понимаете? Потом записал вот видео. Кстати, ссылочку выложу на этот ролик. Можете посмотреть. Если удалит, у меня оно, видео, сохранено. Залью у себя на канале с комментариями. Можете посмотреть. То есть, это постоянно у него такое. Он всех проклинает, потом кается. Всех проклинает, потом кается. Называет хорошие вещи дерьмом. А наоборот, извините, нехорошие вещи он называет хорошими. Это лжец. Лжец лицемер. Я не верю ему. И вот, кстати, тоже мысль такая интересная. Он покаялся, да, в своем ролике. Оказывается, в пятницу или в четверг у всех иудеев так называемый религиозный праздник. Йом-Кипур. Надо каяться перед всеми, просить прощения, а до этого еще поститься. То есть, вот понимаете, друзья, это истинный иудей. Я ничего против иудеев не имею. Но, друзья, мне не нравятся иудеи, которые стараются казаться православными русскими людьми. Мне такие люди не нравятся, честно говоря. У меня есть много товарищей, знакомых, среди евреев. Кто-то из них православный, кто-то атеист. Но никто себя в грудь, как говорится, не бьет, не кричит, что я православный, русский. Я их за это уважаю. Как говорится, кто-то любит Израиль, кто-то Россию. Личное дело каждого. Вопросов нет. Вопросов нет. Но если вы, извините, лицемерите, лжете мне прямо в глаза, говорите, что я православный, да, я верую в Троицу, а на самом деле вы верите в Бога Единого, мне это не нравится. Не нравится. Пишите ваши комментарии, доверяете ли вы Захару Артемьеву после всего сказанного. Я лично нет. Кстати, и насчет выборов тоже скажу. Выборы закончились так и не начавшись. Вспомнил песенку Тимати. Не хожу на митинги и не втираю дичь. Хлопну бургер за здоровье Собянина. Ему более миллиона дизлайков на ютубе воткнули вот за этот видосик. Я немножко другую песню придумал. Не хожу на выборы и не втираю дичь. И не хлопну бургер за здоровье бордюрфюрера. Ставь лайк, если заценил шутку. Друзья, я, короче говоря, что хочу сказать. Я не могу призывать вас там ходить, не ходить, как говорится, на выборы. Ставить, не ставить себе укольчики. Но за себя лично скажу. Укольчики никакие ставить себе не собираюсь. И на выборы никакие не хожу. Один раз был на выборах в армии. Согнали нас как стадо. Сказали, давай голосуй. Вот проголосовал один раз. В Мосгордуму, кстати, тоже выборы были. Вот после этого больше ни разу не голосовал. До свидания.